вот но вот показано время не всегда хлещет плечу здесь пора пробивать как раз на приеме да например больше больше да вот он работает в принципе вот по по механике видно что он давит локоть плечо включается голова на месте но это мы потом рассмотрим главное что мы работаем на контакте смотрите внимательно что мы давим локоть плечо вот тут вот в какой-то момент как бы мы сливаемся это очень маленький в коем случае ракетка не уходит на ту сторону мы не клещем по мячу на самом деле мы не клещем по мячу а мы какое-то время сливаемся с мячом вот показано на красный федерель это условно мы называем его красным вот момент удара да то есть вот этот вот момент включение плеча и локтя вперед вот тут маленькое включение локтя вперед уже перед этим кадром лучше ракетка всегда выходит снизу здесь происходит включение плеча и локтя вперед просто на кадре на этом видно больше поражает стрелочкой где плечо вот у нас плечо она она включается вперед вот он с локоть включается вперед но самое главное что первую линию плеча у нас пересекает головка она залетает туда потом только включаем мы допустим унишикори унишикори это еще более а вот локоть включается потом и он продвигается вперед вот очень важно чтобы вот эта техника выработал сейчас принципе ей играет вся мужская суть да что каждый сустав двигается отдельно у вас ни в коем случае рука не в плече не идет на ту сторону у вас работает запястье сгибается сгибается локоть и локоть и водит ракетка сюда то есть если вам положить здесь палочку вот просто поставить ребенку можно ставить палочку покажем на 1 сюда и он здесь вот по палочке двигает руку сюда ракетка висит то есть у вас фактически конечно же уже рука улетает на ту сторону за ракеткой за ракеткой не но мне там есть дальше расходите дальше вот вот допустим мы выстраиваем технику ребенка обратите внимание голова посмотрите внимательно его козырек козырек вращается в противоположную сторону выбил пыли не видел этого на поле выбил козырек вращается противоположную сторону удар то есть мы не смотрим на мячик не обязательно можете вообще закрыть глаза на самом деле по большому счету хотя лучше это не делать но голова нужна для того чтобы компенсировать поставить внимательно что у него мяч гуляет как голова еще в другую сторону то есть голова поворачивается в момент удара именно двигается для того чтобы компенсировать вращение потому что у нас рука с ракеткой летит в одну сторону а угол наклона головы угол наклона головы неправильно рисую на сюда рисовать угол наклона головы туда для того чтобы если мы наклоняем голову на 15 градусов она становится в три раза тяжелее. И так как ракетка имеет массу, то тогда что происходит? Нас начинает крутить. Но если мы не Федерер. Если мы Федерер, то нас не крутят. Смотрите, вот у него голова там остается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова